Матчевую встречу по боксу памяти героя Советского Союза Андрея Кижеватова в этом году принимает Брест. Хозяева представили на соревнованиях две команды, гости одну. Сильнейших выявят в 11 весовых категориях от 46 килограммов до 80. Команда-победитель получит диплом, участники – памятную медаль, а еще хороший спортивный опыт. Они понимают, что команда с Беларусью очень сильная, очень достойная. В том году мы выступили, привезли очень сильный состав. И мы поняли, что нам есть к чему стремиться и к чему готовиться, когда мы приедем сюда, на эту белорусскую землю. Поэтому действительно такие матчи нужны и для ребят они просто необходимы. Всех белорусских спортсменов наши дети приблизительно знают. Здесь же они встречаются, образно говоря, с темными лошадками, о которых они не знают ничего. И поэтому это новые впечатления и это новый опыт. И это новый опыт. Поэтому я считаю, что это чрезвычайно важно. И даже наблюдая за тем, как проходят бои, сразу же, во-первых, и тренеры, и мы, мы можем сделать опыт об уровне подготовки спортсмена. Ну и, соответственно, вносить определенные коррективы. Мальчишкам на ринге всего по 14-15 лет. Но несмотря на юный возраст спортсменов, их поединки не менее зрелищны, чем взрослые соревнования. В турнире принимают участие лучшие брестские и владимирские боксеры в своей возрастной категории. В первую очередь выиграть соревнования, потому что отомстить, потому что на своей территории как бы одержали поражение. Ну, тренер говорил, чтобы собрались, ну, без волнения, конечно, выходить и показывать все, на что способны. Боксируешь с спортсменами с другой стороны, берешь от него что-то, он что-то берет от тебя и набираешь опыта, таким образом растешь. Тренер подбадривал, поздно в перерывах перед матчем, ну, говорил, что надо отработать, потому что я первый среди белорусских участников участвую в матчевых встречах, ну, поэтому нужно было выигрывать. Соперник был, ну, не из простых, ну, пришлось работать длинными атаками, ну, пришлось постараться, ну, чтобы одержать победу. Эта матчевая встреча важна для обеих стран. Сейчас владимирцы готовят своих ребят на первенство России и соревнования международного уровня. Брестские наставники также отслеживают уровень подготовки. Через год-два этим боксерам встречаться уже на рингах континентальных турниров. Для всех участников это дополнительная боевая практика, столь важная в межсоревновательный период. Это наш ближайший спортивный резерв, да. Это дети, которые находятся в категории юношей, те, которым в ближайшем будущем предстоит перейти в состояние юниоров. И, соответственно, это действительно, это ближайший резерв. Кто его знает, может быть, через 5-10 лет эти ребята точно так же встретятся на ринге, но уже на официальных международных соревнованиях на Европе, на мире, на Олимпийских играх. Первый день соревнований завершился со счетом 10-2 в пользу брестских боксеров. Окончательные итоги станут известны завтра, 6 октября, когда пройдут решающие поединги. Вместе с тем турнир важен не только в плане спортивном. Он необходим еще и для дружбы между странами. В планах расширения географии свое желание участвовать в матчевой встрече изъявили боксеры Азербайджана, Казахстана, Германии и Польши.